Да, этот бой всего 10 раундов, господа. Не в пример предыдущим, но надеюсь, что эти 10 раундов, если мы их посмотрим целиком, конечно, будут очень захватывающие. Открыл личико Дерек Чесора. У этих ребят было вполне достаточно времени, чтобы подготовиться к этому бою, стоить с другой стороны. Собственно, как вот закончился бой Виталия с Чесорой, со следующего дня они, наверное, и начали готовиться к этому бою. Подготовка началась, да, причем очень активно прямо с первого же дня. Очень важно, что эти боксеры не боятся друг друга. Абсолютно. Это очень важно, очень важно в тяжелом весе сегодня. Поэтому должна быть бескомпромиссная борьба. Огромный интерес сегодня в мире и в России, я вам хочу сказать, огромный интерес к этому бою. У меня есть пример, яркий пример. У людей, которые занимаются и следят за боем, у них есть родители, бабушки, дедушки. Людям по 80 лет они сидят в курсе. Они в курсе. Они сидят и ждут этого боя, они смотрят бокс. Это говорит об огромном интересе. Интересе. Ну, действительно, режиссуры, еще раз скажу, ну, просто великолепные. Ну, а вот и произнес свои главные слова. Баффер. Я до этого он объявил, что рефери в ринге будет Луис Побон из Пуэрта-Рико. А боковые судьи Стэнли Кристо-Доблу. Южная Африка, хорошо вам всем известный рефери. Пол Томас из Англии. И Микки Вон, который тоже уже был рефери в ринге сегодня вечером. Итак, Дерек Чесоро, вы видите, 15 побед, 9 досрочных, 3 поражения, причем все 3 в последних трех боях. Но это ни о чем не говорит. Хотя Хей и заявлял вот на тех пресс-конференциях, которые они устраивали, которые проходили через металлическую сетку, которую разделали. Это такое, конечно, машинка. Это такое я видел вообще в первый раз в жизни. Но это тоже, мне кажется, часть декорации поставленного спектакля. Хотя, я считаю, что, наверное, были поводы у организаторов все-таки так отделить их друг от друга. Потому что если он дал пощечину к Кличко, то он мог дать по борде и здесь спокойно. Конечно, поэтому решили просто избежать этой ситуации. Хеймейкер. Дэвид Хейм. Дэвид Хейм. Дэвид Хейм. Два боксера боксируют, по сути, себя на родине, да? Да. Казалось бы, незначительные титулы. Два англичанина устроили разборку между собой. Но весь мир сейчас пристально смотрит за этим. Так точно. Вот иначе другими словами назвать трудно. Действительно, разборка. Посмотрите в глаза этих парней. Чесора просто хочет скушать. Есть его. Вся ненависть во взгляде. Ядовую другому. Посмотрим, попытаемся определить физическую форму Чесора. Главное для него, есть у него личный вес или нет. На мой взгляд, нет. Похоже, что в оптимальной форме. Ну, а этот парень всегда в форме. Итак, первый раунд. Гонг. Давайте смотреть, господа. Публика просто рвет. Ну что? Очень яркое начало. Вот первый удар. Посмотрите, насколько все-таки мощнее выглядит Чесора. И сильнее физически. И я боюсь, как бы здесь быстрота Дэвида Хея. Она может его просто не спасти. Потому что слишком уж какой-то большой, широкий и мощный Дэрик Чесора. И он еще не начал боксировать. Вот видите, что творится. И пока все-все-все наши слова, события, они сбываются. Посмотрите, что делает Хея. Он не делает шага назад. Он бьет навстречу. Он пытается попасть. Он пытается наказать за каждое движение Дэрика. Он очень рискует, посмотрите. Абсолютно. С первых секунд очень остро. Очень остро действует Хея. Чесора пока подбирается. Бесспорно боксеры изучали друг друга очень долго. Мало того, что они знают друг друга, так еще и они готовились конкретно к этому бою. И конкретно они выстраивали тактику настолько четко, чтобы не допустить ошибки раз. И чтобы желательно закончить бой досрочно. Чтобы подтвердить тот весь негатив, который был до боя. И те слова, и грубости сказанные друг другу. Ну вот я вижу у Дэвида Хея такие вместо боксерок, это боксерской лув, такие кеты своеобразные или кроссовки. И кроссовки, причем, по-моему, на какой-то платформе, да? То есть не на тонкой подошве, очень странно. На самом деле в кроссовках боксировать очень опасно и можно подвернуть голеностоп. Я не знаю, может специальная модель была сделана для него, для этого боя. Ну, сложно сказать на самом деле. Ну, как-то визуально кроссовки. Как когда-то вот ребятишки на первенстве области, да? Когда не хватало боксеров, всем надевали кроссовки или кеты. Ну, возможно, там какая-то новая мода в мире бокса. Что мы сейчас видим? Хей со своей на порядок выше скоростью пока делает все, что ему хочется. Чисоро подбирается. Попасть пока не может, но где-то назревает. Представьте, что сейчас Кэй впереди. Мне не верится. Чисоро намного активнее. Он давит, давит. Попасть пока. Попасть. Он이에 притворяnes, какой-то îне Zhu. underlying Survey как защищает, что это последний Doch. Попастьité. Иerdал. Если он болит, то бросай его. Ты хорошо? Ставь его, когда ты идешь, держись на него. Ты понимаешь? Стой на него, не дай ему эту комнату. Ты хорошо? Итак, очень интересный раунд. Мы посмотрели. И, действительно, Хейд не бежит, не убегает. Он действует, действительно, пользуется всеми своими козырями. Но он не уходит от боя. Пока вот это его и ручная, и ножная скорость его спасают. И реакция тоже. Но вот Чисоро, наконец, пошел вперед более убедительно. В углу, я перебью, в углу сказали секунданты, не стой перед ним. Не стой перед ним, не превращайся в мишень. Да, он получил такую довольно внушительную сбучку за этот перерыв. И, по-моему, по делу. Хейд ведет себя очень расслабленно, абсолютно. Чувствует себя хозяином, навязывает свой бой. И внешне он это показывает. Абсолютно. Я считаю, что пока картинка боя абсолютно складывается в пользу Хейд. И вот попадание. Вот попадание мы с вами увидели. Да, подбородок сильный, конечно, он держит удары. Но если таких ударов будет много... Насколько сейчас свободнее, да, смотрится Хейд. Абсолютно раскован. Абсолютно в себе, если так можно сказать. И контролирует каждую секунду поединка. Вот, действительно, я опять-таки обращаю внимание. Обычные кроссовки на ногах у Хейд. В таких бегают утром. В таких играют, я не знаю, в баскетбол, в теннис. Но, как мы видим, теперь иногда и боксируют. Чесора не может найти свою дистанцию. Получается так, что он делает шаг вперед без удара. И выходит на ту дистанцию, где удобна дистанция для Хея. Да. И там либо Хея уже нет, либо Хей его в это время... Да. Эта дистанция опережает. Участок попытался обострить, но опять не попал. Хея ушел как... Просто здесь... Выскользну. Конечно, чувствуется, что Чесора тяжеловат, тяжеловат. Вот сейчас он медленнее Хея, и это заметно. Хея разнообразнее. Идет вперед. Дерек Чесора идет вперед, давит. Возможно, он хочет, чтобы Хей вымахался. Возможно, он хочет, чтобы он раскрылся как-то, да? Потому что... Ну, мы привыкли, что Чесора идет Фирот с ударами обычно. Он включает вот эти свои боковые. Он не просто подходит, да? Здесь вот мы видим, он идет, идет, просто давит. Да, он просто давит, но не может пока нанести своего точного удара. Он даже, по-моему, не может прицепиться. Ну, вот. Гримаса вы видели. Да, обменяли взгляды. Ну что, парень, получается, нет? Да, Хей. Как бы еще раз подтвердил, кто хозяин в ринге. Этим самым еще больше раз задорил Чесора. Ну, а знаю характер Дерека. Много не надо. Смотрим. Повтор. Вот. Прямой удар. Уже на излете практически попадает. А вот здесь точно попал Дерек. Неприятно, да. Да. Растерянно выглядит часом. Даже во всем его облике. Улубка на лице у Дэвида Хея. Сейчас он получает удовольствие от боя. Это видно. Да. У него все получается. Руки опущены. Вот как в прежние времена в Крузер Уэйте. Он, ну, если не издевался, то выглядел очень эффектно.